Итоги уходящего вторника Что предлагают зрителям? Ретро-снимки или о том, как все начиналось? Интерес, желание, страсть Бобруйский хоккей отметил солидную дату, какую? Перспективные проекты Акцентируют внимание на важности понимания семьи В городе подвели итоги социального конкурса «Кто победил?» А также недетское место, изменения в расписании и туманная среда Синоптики анонсируют плохую видимость на дорогах Что еще стоит знать? Коронавирус и кино Пандемия мощно ударила по кинематографу Из-за повсеместного локдауна в Европе закрылись многие кинотеатры В Беларуси, как и в США, индустрия следует нормам безопасного кино В залах введены дополнительные меры защиты И действуют некоторые ограничения Анастасия Шевцова узнала о новых правилах посещения Здравствуйте Здравствуйте, Елена Сергеевна Как вы себя чувствуете? Хорошо Давайте померяем Сейчас 36,6 Именно так начинается каждый рабочий день сотрудников кинотеатра «Товарищ» Обработка рук, измерение температуры тела, визуальный осмотр Все под роспись в журнал Маска в кинотеатре теперь обязательный атрибут Как для специалистов, так и для посетителей С учетом нынешней обстановки Нами были приняты дополнительные меры безопасности Приобретены антисептики, установлены возле кассы, на контроле, возле каждого зрительного зала Уборка в нашем кинотеатре производится в соответствии с графиком каждые два часа Обработке здесь подлежит чуть ли не каждый уголок Ручки дверей, барные стойки, столы, кресла, перила Особое внимание 3D-очкам Их после каждого сеанса моют в специальной машине Затем еще обрабатывают D-средством Зрители рассаживают в шахматном порядке через одно-два места При этом сидения не перечеркивают, как, например, в поликлиниках Места согласно купленным билетам На казах посетители просят соблюдать дистанцию На полу нарисованная разметка Кругом таблички с напоминаниями Санитарные меры соблюдают и в кинотеатре «Мир» Дополнительно кропотливо обрабатывают развлекательную зону После посетителей кии обрабатываются Ракетки обрабатываются Шары бильярдные И настольные шарики Настольного тенниса Обрабатывается столик к игровой приставке Сама игровая приставка И джойстики Пандемия нанесла мощный удар по киноиндустрии Мировые премьеры сдвинулись в прокате уже несколько раз Например, «Форсаж 9» и «Черная вдова» Выход последнего был намечен на весну Затем на ноябрь Теперь фильм увидит свет лишь в мае 2021 То же касается «Форсажа» Сегодня же кинотеатры предлагают молодежные комедии «Глубже» и «Любовь без размера» А на днях состоится премьера «Ведьмы» Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360 В Беларуси выздоровели выписанные 84 237 пациентов с COVID-19 Зафиксированы 94 609 человек с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 2 395 368 исследований Такие данные приводит Минздрав В Роспотребнадзоре заявили о начале производства вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» В воспитаниях, как сообщается, примут участие около 40 тысяч добровольцев В том числе люди старше 60 и страдающие хроническими заболеваниями Вакцину рекомендуют вводить двукратно с интервалом 14-21 день Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января Жилищное сбережение, запрет на ловлю и цены на топливо В стране вновь подорожал бензин Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Беларусы смогут накапливать в банках жилищное сбережение Соответствующий указ подписал президент Эти деньги будут использоваться как целевые кредиты под проценты ниже рыночных Минимально необходимая сумма накоплений для его получения составит не менее 30% от договорной суммы А проценты за пользование жилищным кредитом не превысит проценты по вкладу В стране с ноября запрещен лов СОМА и СИГА На первого ограничения будет действовать до конца марта На второго до 15 декабря За каждого незаконно добытого сумма нарушитель заплатит 306 рублей А за СИГА Чудского – 229,5 На Беложиде стартуют акции «Дети и безопасность» С 28 октября по 8 ноября специалисты напомнят подросткам о мерах профилактики В эти дни работники железной дороги совместно с правоохранителями проведут рейды вблизи ЖД путей, на вокзалах, станциях и в поездах Акцент на оставленных без присмотра несовершеннолетних В стране подорожал бензин К стоимости вновь прибавилась копейка 92-й теперь стоит рубль 70 95-й и дизельное топливо – рубль 80 98-й – 2 рубля 2 копейки К слову, с 1 ноября Белнефтехим переходит на новый порядок работы Теперь АЗС не будут прекращать заправку авто во время приезда бензовозов Университет гражданской защиты МЧС проведет день открытых дверей в онлайн-формате Трансляция начнется 31 октября в 11 часов на YouTube-канале учреждения В программе – демонстрация пожарной и аварийной спасательной техники элементов боевой работы дежурной смены ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета Кроме того, курсанты расскажут о жизни в УЗИ Стали очевидцем происшествия? Ведетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бавруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Внимание пассажиры! В Бавруйске внесено корректировки в работу общественного транспорта Речь о троллейбусах номер 2 и 3 Движение будет отменено по улице Шины на участке от Минска до Сикорского На этом отрезке транспорт перестанет ходить в среду с 20.30 до 4.30 утра четверга Это связано с производством строительных работ Бавруйский хоккей отметил солидную дату 70 лет В холле ледовой арены открылась фотовыставка о взлетах и падениях местной игры Здесь же Бавруйск-2 провел очередной матч в высшей лиге В холле Бавруйской арены те, кто на своих плечах поднимал местный хоккей Зародилась команда в середине 50-х 20-го века Были у нее как взлеты, так и падения Победы на чемпионатах БССР, развал Советского Союза И возрождение ледовой дружины лишь в 2008-м Более 40 снимков спортивного корреспондента Владимира Трамбицкого Словно переносят в прошлое История очень важна Потому что молодому поколению надо учиться на примеры кого-то Я сам понимаю, всегда у меня кумиры были Ходили, смотрели их, пытались подражать Поэтому нынешняя молодежь должна знать историю Для того, чтобы совершенствовать и свое мастерство Среди посетителей выставки ветераны Бавруйского хоккея и молодая гвардия Одни ностальгируют по золотым временам, другие смотрят, как это было Весьма символично в этот день хоккейный клуб «Бруйск-2» принимал одноклубников из Бреста На глазах молодых болельщиков и заслуженных мастеров У Бобров не было права на осечку При равной игре в стартовом периоде первым отключет удалось гостям Это было последнее ритуалитативное действие, на которое сподобился Брест этим вечером Дальше забивали только хозяева Сначала на экваторе второй 20-ти минуткой отличился Городников А за минуту до финальной сирены Рыжкович поставил жирную точку 2-1 победа Бобруйской дружины Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360 За жизнь, нравственность и семейные ценности В центре Покрова подвели итоги конкурса социальных проектов Традиционно лучших чествуют весной в рамках фестиваля «Счастье в детях» Но пандемия внесла свои коррективы Награды Бобруйская молодежь получила накануне В рамках конкурса школьники и студенты разработали проекты Акцент в которых на здоровый образ жизни, семейные ценности и милосердие Сработка социальной рекламы, стендов, которые размещаются в учреждениях образования города Бобруйска И за пределами Ну вот такие социально значимые проекты, которые акцентируют внимание на важности понимания семьи Что такое семья и семейные традиции В этом году участие приняли 11 учреждений образования В дальнейшем проекты победители воплотят в жизнь и на базах других учебных заведений Вторник в Абруйске выдался теплым и без дождей Периодически из облаков выглядывало солнцем За окном было плюс 14 Надолго ли тренд Максим Кембель Облачно с прояснениями ожидается в Беларуси в среду Небольшие коротковремные дожди пройдут лишь в отдельных районах по северо-западу страны Южный ветер будет умеренный Температура воздуха ночью от 3 до 10 градусов со знаком плюс Днем 10-17 тепла Октябрь медленно, но уверенно уступает место ноябрю Конец месяца обещают быть необычно теплым За окном будет до плюс 13 В среду и четверг в городе будет туманно Сухую дилю нарушит пятница Дожди окутают Бобруйск На востоке Австралии во время штормов зафиксировали более 2 миллионов ударов молний Во многих штатах настоящий хаос вызвали разрушительные ветры Их скорость достигла 100 км в час Только за последние сутки государственная служба под чрезвычайным ситуацией приняла 330 сигналов СОС В ближайшее время обещают местные синоптики погода должна улучшиться Тем временем США накрыла зима Сильные снегопады и рекордный минус за окном В штате Монтана зафиксировано минус 33 градуса Это самый низкий показатель за всю историю Белая стихия замела Вашингтон и Айдахо Там уже выпало порядка 60 сантиметров покрова По прогнозам метеорологов постепенно непогода превратится в ледяной шторм Поскольку начнет получать влагу и более мягкий воздух Завтра в Бобруйске будет туманно Видимость составит порядка 800 метров Подует южный ветер 4-5 метров в секунду Осадки не прогнозируются Ночью воздух прогреется до плюс 11 Днем ожидается до 13 тепла Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...